И я бы хотела представить наших сегодняшних спикеров. You can translate in the station. Я бы хотела... Я не забыла, на какой язык представила. Извините, пожалуйста. I would like to translate our participants today. Это Венди Пальмер. Она пионер в embodimentе. So, Венди Пальмер is a pioneer of leadership embodiment. И уже более 40 лет она практикует практики осознанности. She is practicing more than 40 years of mindfulness and other practices. И у нее шестой дан черный поиск по Айкидо. And she has a sixth дан in Айкидо. И она создатель практики воплощения и лидерства. And she is owner and creator of leadership embodiment practice. Автор многих книг, часть из которых переведены на русский язык. И также у Венди есть своя поучинговая организация, которая называется Embodiment International. И она занимается обучением коучей и фацилитаторов, ее подходы, о котором как раз она сегодня с нами и поделится. И так же с нами сегодня Тифани. Это со-ведущая сегодняшнего вебинара. And we have Тифани as a core, I would say, co-educator of this webinar. Тифани является также мастером Айкидо. She is a master in Aikido as well. И является специалистом по Embodimentу. And a specialist in leadership embodiment. И также является дочерью Венди. And she is a daughter of Wendy. Ее партнер. And her partner. И сегодня нам переводит этот вебинар Анастасия. Анастасия – тренер по эмоциональному и интелесному интеллекту. And a translator of this webinar is Anastasia. She is a coach and trainer on leadership embodiment as well. И она является личной ученицей в Индии и Тифани. И я сегодня буду модерировать это событие. Меня зовут Эстер. И я являюсь главой по международным отношениям ICF Russia. And I'm going to facilitate today's webinar. And I'm a facilitator and a manager of ICF Russia. И я тогда отключаюсь и предоставляю слово вам, Венди и Тифани. And I'm going offline right now. And now we start our webinar from Wendy and Тифани. Okay. Well, thank you, Эстер. And welcome, everyone. Тифани and I are very happy to offer this model to you so that you can have a sense of how you can work more with the body intelligence. We feel that the leadership embodiment model allows people to be able to live more into their potential and to find resources, to be able to coach and facilitate with much more resilience, confidence and skill and success. And we understand that the model of leadership embodiment and that you can have a sense of how you can work more into your career. And the role of leadership is to be able to develop the potential of people and to live more in the world. And to be able to work more in the world. в жизни и быть также успешным. И сегодня я рада вам показать модель компетенций, энергетических компетенций, лидерских. И первая из этих компетенций — это инклюзивность или всеобъемлемость. Я вижу, что у вас немного съехала информация в слайде. И эта компетенция помогает лидерам включать других в пространство и также доставлять до них это послание, чтобы люди чувствовали рядом с вами. И сегодня мы также попробуем с вами поразвивать компетенцию центрированное слушание как способ справляться с обратной связью, с критикой. Так как мы понимаем, что вы как коучи работаете с другими людьми и важно помогать им расти через обратную связь, а не теряться. И у нас также есть третья компетенция, которую мы сегодня не попробуем. В общем, ее можно обозначить как центрированная настойчивость на русском языке или центрированное продвижение и отстаивание своего мнения. И вы сможете найти информацию в литературе и попробовать потренировать ее уже вне вебинара. Хорошо. Итак, в том числе, чтобы научиться о себе, чтобы мы можем работать с нашим более ресурсовым и, по-моему, заниматься таким образом, мы сделаем отличие между двумя частью себя. Один мы называем личность, который как эго, и другой мы называем наш центрированное себя, который более ресурсовым и более инспирным. И для того, чтобы разговаривать с вами на одном языке, мы используем следующие два понятия. Одно — личность, и второе — центрированное состояние. Личность — она базируется на безопасности и центр как возможность быть связанным с другими людьми. И вот, как я уже вам перевела сразу пошире, личность — это такое, скорее, сборное понятие. Она основывается на стратегиях безопасности в теле и организует энергию вокруг них. И одна из стратегий, например, контроль, которая проявляется в том, как мы используем свою голову, контролируя окружающую среду. И другая такая стратегия — это одобрение. И для этого мы используем сердце, когда очень хочется нравиться другим людям. И последняя стратегия — безопасность. И безопасность — это, что мы хотим, чтобы вещи случались или события происходили, или люди вели себя так, как мы запланировали, а не так, как так происходит. И есть одна такая небольшая проблема, которая выявляется в том, что если мы используем эти стратегии часто, то расходуем огромное количество своей собственной энергии. И хорошая новость, что у нас есть другая часть нас, которую мы называем центр или центрированное состояние. И это такой опыт, который можно связать с понятиями и спорта зона или потока. Может быть, вы слышали о нем. И если мы говорим о спорте, как оно проявляется? У нас есть такая даже поговорка, там, вторые крылья — это когда мы очень устали. И вдруг, неожиданно, несмотря на то, что мы устали, у нас появляются новые силы для того, чтобы достигать результата. И все происходит легче. И если мы говорим об интеллектуальной работе, например, разработке проектов, то это проявляется в том, что когда мы очень устали и у нас наш проект буквально застрял, мы иногда делаем перерыв, ходим выпить воды или просто сделать небольшую паузу. И когда возвращаемся, вдруг, неожиданно, эта интеллектуальная работа идет быстрее и легче. И как, главный вопрос, как же использовать вот эту нашу часть, чтобы быть все время в более ресурсном состоянии и развивать нашу жизнестойкость и жизнеспособность? И сейчас Тифани как раз будет нашим проводником, как перейти состояние вот этой личности в состояние центрированное. И практика центрирования – это очень простой процесс, в нем есть три шага и один дополнительный, я бы сказала, что бонус. И сейчас мы с вами их попробуем. И первый шаг – это фокус на вашем дыхании. И для того, чтобы его выполнить, нужно выпрямить спину через вдох, выдохнуть, медленно смягчая свою грудную клетку. И это помогает скоординировать или установить нашу систему внутреннюю, чтобы не чувствовать напряжение и скованность. И следующий шаг, он немного размыт, его трудно объяснить. В науке называют переперсональное пространство, в русском языке персональное. Я иногда это представляю в качестве шара или пузыря. И в науке ученые говорят, что мы чувствуем личное пространство на расстоянии вытянутой руки. То есть, все, что находится вокруг нас, это и есть наше персональное пространство. И можно использовать ваше воображение, чтобы почувствовать, посмотреть вокруг и почувствовать это пространство, как оно располагается. So now here's the big work is to take that personal space bubble and be able to push it out in all directions. So I might include Wendy here in my bubble. I can see if I can make it as big as the room I'm in. И следующий трюк или штука, чтобы взять и представить, как вы раздвигаете свое личное пространство, включайте в него людей, например, я сейчас включаю Wendy, и оно заполняет всю комнату. So by pushing our personal space out and being able to include others, then we can set a tone, we can influence the environment. Расширяя наше личное пространство энергетически, мы можем всегда установить настроение или тональность, в которую мы бы хотели общаться с другими людьми и включить их в это настроение. So using our imagination for our personal space bubble and pushing it out to include others is our second step. И вот это использование воображения, я тут добавлю без перевода, по сути вы подключаете сенсорные системы, чтобы почувствовать пространство вокруг себя. Это наш второй шаг, то есть вы чувствуете пространство и включаете людей в него. И третий шаг немного сложнее, чем он кажется на самом деле, это идея, как удобно расположиться и расслабиться. It sounds easy enough, but we tend to work very hard and then we collapse. This is not relaxed. Почему сложно? Потому что основная, ключевая, ключевой тренд, что люди работают очень много и тяжело, и затем их тело как бы оно буквальным образом разваливается, разрушается и это не то же самое, что расслабиться. So one way we can think about it is if we could let gravity take our jaw, relax our jaw, maybe only 5%, our shoulders maybe 5% and let everything settle without collapsing. И как можно прийти к расслаблению? Представьте себе и подумайте, как расслабилась ли бы ваша челюсть на 5% опустилась вниз? Как расслабились ли ваши плечи на 5% опустившись вниз? Как расслабилось ли бы ваше тело без того, чтобы вы по сути развалились или расслабились не в правильном виде? So these are three main steps and you can see on the handout there is an added step that if you'd like to use is the idea of working with equality. И это три ключевые шага и есть еще один дополнительный, это идея работы с качествами, вашими телесными качествами. И для того, чтобы подключить вот этот четвертый шаг, вам нужно просто выбрать качество для развития и продолжить им вопрос, как бы это выглядело или как бы я себя чувствовала, если бы я был, ну например, чуть полегче. И то, что вам сейчас рассказала, это длинная версия центрирования, практики центрирования и короткая версия будет просто сесть, вдохнуть, выдохнуть и расслабить свои плечи. И в короткой версии вы также подключаете свой вот этот вот пузырь или личное пространство и расширяете его настолько, насколько можете. Дальше мы с вами занимаем удобную позицию, проверяем, что у нас расслаблена челюсть, плечи, тело. Ну и мы можем пригласить буквальным образом чуть-чуть нового качества в наше тело. И это практика центрирования на 20 секунд и она также может быть сделана более коротким способом за 5 секунд. И сейчас я хочу, спасибо Степане, во-первых. Сейчас я хочу вам предложить исследовательский опыт и поиграть с критикой. Для этого нужно вспомнить критику какого-то средней тяжести уровня за последнее время. И для этого нужно сейчас расположиться так, чтобы вы чувствовали напряжение и сжать свои мышцы. А сейчас поменяйте позицию, как Тифани учила вас. И сейчас сядьте прямо, вдохните, выдохните, расслабьте свои плечи. И посмотрите сейчас на какую-нибудь точку на дальней стене и попробуйте расширить свое персональное пространство или пузырь как можно дальше. И пригласите немного больше легкости или расслабленности в свое тело. И сейчас подумайте об этой же самой ситуации, той самой критике снова. И понаблюдайте, как вы думаете об этом, какие у вас есть привычки и может быть это совершенно другой способ и мышления и энергетической привычки, как он проявляется. И у нас обязательно будет сессия вопросов и ответов об этой практике, но чуть-чуть попозже. Я сейчас хочу вам представить ключевую идею, как использовать эту практику или это упражнение, когда вы сами работаете с критикой или с обратной связью. И как коучи нам часто приходится иметь дело с клиентами, которые получают критику или негативную обратную связь от своих руководителей или от организаций, от окружающих. И вот если использовать эту практику, то слова, которые нам говорят в виде критики, они как бы можно сказать, что остаются не в теле. которые не приземляются не в нас, а в то самое пространство, которое есть вокруг нас. И если вы посмотрите сейчас на картинку, на слайд, то здесь отображена та самая идея, где слова приземляются в пространство, а не в человека. И человек в центрированном состоянии, он намного более, у него больше навыков, чтобы принимать ту самую критику. Ну вот для того, чтобы использовать эту практику, то важно тренировать тело, чтобы оно было более открытым. И оно было знакомо с точки зрения сенсорных систем с пространством, в котором оно находится. Окей. И вот здесь на слайде вы, в принципе, видите описанное упражнение или практику, как почувствовать, чтобы негативная обратная связь или критика приземлялась или попадала не в ваше тело, а в пространство вокруг, и вы не воспринимали ее, не брали на личный счет, как это обычно случается. И вот чтобы использовать эту практику, важно понимать, что вам нужно использовать следующие вещи. Первое, это другое дыхание, когда вы вдыхаете, выдыхаете, расслабляете свои плечи. И второе, вы используете другие группы мышц, не те, которые отвечают за напряжение или за сжатие, а совершенно другие. И я хочу добавить, что эта практика, она замечательный способ своей тренировки. Но ее действительно нужно повторять и тренировать как рутину, для того, чтобы это вошло в привычку. И практика центрирования, она нас переводит из режима стрессовых реактивных тех самых реакций в совершенно другой режим, когда мы можем быть в себе. И вот эта практика, она является самым быстрым способом, чтобы поменять наше мышление. И нашу голову, как она работает, мозг. Так как вы, используя тело, по сути, меняете химический состав крови, который происходит во время стрессовых паттернов. И если вы меняете его правильным способом, то тогда вы начинаете быстрее и лучше думать. И это быстрее, чем просто менять голову через голову. Прямо. Прямо. Итак, мы об этом поговорим о инспирации и о том, как мы используем это, опять же, чтобы быстро улучшить нашу эксперименту. И, поэтому, мы можем приглашать наших клиентов, чтобы улучшить из-за реактивного себя к более ресурсовому себя, к более интеллигенту и креативу в отношении с проблемами. И сейчас я хочу с вами поговорить о команды вдохновителей, которые помогают поменять нас, наше состояние от реактивного, стрессового, нересурсного к совершенно другим качествам. И научно, то, что говорят ученые, это то, что наше тело существует, как мозг его воспринимать. не только в пределах нашей кожи, но и шире. И это то, как мы чувствуем энергию и вот этот самый пузырь и персональное пространство. И, заметьте, иногда это чувствуют члены нашей семьи, наши друзья, понимая, что мы рядом с ними. И когда, например, я хочу получить такое качество, как мудрость, я сразу вспоминаю Далай-ламу, потому что я была с ним, и я понимаю, насколько большую картину он видел и видит, и насколько он более мудрый. И тогда я тоже сама становлюсь более мудрой. И, если я, например, хочу почувствовать себя более уверенной, я приглашаю Нельсона Манделла в свою команду, биографию, которую я подробно изучала, и понимаю, насколько он был уверен в себе. И тогда, когда я вспоминаю его, я чувствую себя сильнее. И когда, например, я хочу получить больше сопереживания в своем теле, развить это качество, то я вспоминаю мать Терезу, потому что это был очень добрый сопереживающий человек. И я тоже становлюсь более доброй. И я думаю, это мне нужно, потому что я достаточно много сужу других. Если вы хотите расширить свою команду вдохновителей, вам не обязательно использовать для этого известных людей. Это могут быть совершенно другие люди, например, ваш друг, или человек, о котором вы читали, или, может быть, это даже герой кинофильма. Идея, когда вы думаете о того человека или того, то вы получаете другую опыт в вашем теле, которая делает вас чувствовать более ресурсов. И какая-то ключевая идея использования команды вдохновителей, что через их качество вы тоже становитесь более сильными, ресурсными, иметь много разных навыков. Тафани, do you want to add anything here? Yes. Our next slide explains a bit about how we use this idea of inspiration. Sorry for interrupting. Maybe let me share my screen, because I have a normal version of the presentation. Comfortable for you? Sure. You can try it. Just a sec. Yeah. Потому что наши шрифты все уехали. И пока Эстер включает свой экран, она нам сейчас его поменяет для того, чтобы мы могли видеть нормальное оформление презентации. Вот такая техническая вещь случается, когда все съезжает. Пока я переведу то, что Тиффани сказала. Она говорит, что на следующем слайде здесь описана сама практика, как использовать команду, как использовать команду вдохновления наилучшим образом. That's great. We see normal letters right now. Wonderful. So, just to explain a little bit about how we utilize our inspiration, or what we call our posse, or entourage, the people, or places, or things who inspire us. И я сейчас поподробнее немножечко объясню, как можно использовать вот эту команду вдохновителей, или даже банду, или вот наш антураж, да, тех людей, которые вокруг для того, чтобы вдохновляться. И просто вспомните, когда вы были молодыми, или в детстве вы влюблялись в каких-либо героев, может быть, в спортсменов, в танцоров, или в актеров, и пытались изображать их, или быть, как они, копировать их. In that same way, we can, as Wendy pointed to, imagine bringing these qualities through us of wisdom or compassion, and it's a shortcut so that we don't have to try to become that immediately. It's like we can almost pretend, but we can use that as a way to activate very quickly. Now, of course, it doesn't last, but we can keep tapping into the different qualities and resources, and imagine they come through us, and in that way we can utilize that support. So, what we're wanting to do is be able to increase our feeling of being resourceful, of being creative, and of being intelligent. That way we can inspire our clients to work with the practices so they can be more resourceful, and more creative, and more intelligent, and more intelligent as well. So, we do invite you as a practice to try to come up with at least two people, who inspire you, and the qualities about them that inspire you. And then, if you're having a difficult moment or a challenge in front of you, you could invite that quality from that figure through you, and you might, as Wendy pointed out, feel more resourceful. And another reason why this is important is because if we want more respect, and most people want respect, we need to have more of a feeling of dignity and intelligence. And so, if we let our frustration or irritation bring us down, we won't get as much respect as if we can be more dignified and have a bigger view of life. And here is a very important idea that we all want more respect, and we all want more respect, and we all want more respect, and for this we need to be a good person, and intelligent, if you can so say. But any surprise, frustration, frustration, it usually comes from us, and we can't get this respect. And if you try this practice, and you find it useful, then you could invite your clients to start to investigate who inspires them as well. And when you try this practice, you can also invite your clients to try it to be more resourceful. and then you can invite others to contribute as well. Well, it's not always the easiest thing to do, but if we can find the place where we feel that a little bit more energy, then we can be a little more able to contribute to the world, and then we can invite others to contribute as well. as well. Maybe it's not so easy, but if we can organize for ourselves, or find the same state or place, in which we can put energy into the world, and have enough energy, then we can invite others, and invite other people to join us. Wonderful. Could we go to the next slide, since your slides are better? Wonderful, thank you. So, we wanted to just create this reminder for you of the practice of centering, which is the core practice of our leadership embodiment work. And you can see, we have what we call the long version, which is only 20 seconds, and a short version, which is 5 seconds. So, it's something you can do many, many times throughout the day. It's something you can do many, many times throughout the day. And we have found no one has gotten too centered, so we encourage you to do it as much as possible. and when we do this practice, of course it doesn't stay, we will lose it, we will have moments where we are stressed, where we are reactive, but we can use the practice to quickly recover. But we can use the practice to quickly recover. и вы можете войти иногда, если происходит что-то в стресс, в нересурсное состояние и тогда вы используете центрирование для того, чтобы восстановиться. И когда мы можем развивать этот центральный состояние, как Венди уже показала, мы можем обеспечить более креативность, более ресурсов и более активную акцию в момент. И если вы как бы взращиваете в себе это состояние, тогда мы быстрее доходим до состояния опять же ресурсности, вот этого вот интеллекта, интеллигентности для того, чтобы справиться с разными ситуациями. И если вам интересна эта практика, я призываю вас и мотивирую повторять центрирование настолько, насколько вы можете часто, для того, чтобы взрастить в себе другие привычки. другие привычки тела, другие паттерны тела. И если вы, например, хотите развивать эмоциональный интеллект, то, например, центрирование – это более быстрый путь, чтобы сфокусироваться, быть ясным и точно так же с ясностью видеть эмоции других людей и, соответственно, повышать свой навык эмоционального интеллекта. И если вы центрируетесь, вы быстрее видите, в каком настроении другие люди, соответственно, замечайте быстрее свое настроение. У вас есть возможность взять на себя ответственность за то, как вы влияете на пространство на других людей. И вот эта практика изменения привычек тела и привычек дыхания. она, по сути, раскрывает потенциал каждого человека для того, чтобы, опять же, быть более сильным. И в конце концов это делает вас более хорошим коучем, более хорошим другом и более хорошим менеджером своей собственной жизни. И вот здесь вы видите визуализацию, она осталась на английском языке, потому что на русский, как вы понимаете, вот это красивое оформление, невозможно перевести, она отражает всю нашу работу. И то, что мы с вами сегодня обсудили практику Leadership Embodiment, это очень маленькая часть от всего того, что на самом деле есть. И мы сейчас немножечко суммируем наше выступление. Сделаем режиме и потом у нас будет сессия вопросов и ответов. И первое, что важно сказать, что интеллект тела, он важен для менеджеров для того, чтобы справляться с менеджментом и лучше справляться со сложными ситуациями. И что очень важно, через эту практику вы можете повлиять на других людей, помочь им быть более открытыми к вашим же идеям, к тому, что вы продвигаете. И что еще очень важно, что через эту практику, по сути, вы развивая, культивируя благородство, вы получаете больше уважения. Это означает, что в следующий раз люди, которые вас уважают, они будут слушать и ваши идеи будут услышаны. И вот наш весь опыт состоит в том, что если вы действуете через центрированное состояние или исходя из центрированного состояния, то вы можете быть более креативными, опять же, более умными. И, например, мне это помогает лучше принимать решения, потому что через центрирование я вижу картину или ситуацию шире и лучше ее воспринимаю, получаю больше информации. И в моем жизни, когда я вступаю в лидерскую роль, это все очень важные качества, которые мы должны быть способны культивировать. И центр позволяет нам быть более активными. Точно так же в своей собственной жизни, когда я вступаю в, ну или получаю лидерство, или становлюсь лидером, то нам нужны новые качества, вот те самые лидерские. И тогда через центрированное состояние я быстрее их развиваю или быстрее к ним подключаюсь. И что очень важно, в конце концов, я хочу сказать, что понимание этой концепции или понимание этих идей этого недостаточно. Для того, чтобы прочувствовать, нужно практиковать обязательно. И почему это случается? Потому что тело всегда выигрывает, оно переигрывает тело, извините, пожалуйста, тело переигрывает мозг и тело контролирует его. И по сути, вот эта практика дает телу альтернативу или новый способ, как справляться с реактивными реакциями. Возможно, вы слышали, бей, беги, замораживайся. И тогда тело, если вы натренировали его, оно поддерживает те идеи, которые вы имеете у себя в голове для того, чтобы транслировать их в мир. И мы сейчас готовы ответить на вопросы. Я сейчас буду читать эти вопросы. Итак, вопросы следуют. Первый вопрос – это как легко взять эту практику, центральную практику для клиентов, которые не чувствуют в их тело, не чувствуют в тело, не чувствуют в их тело. Итак, по-русски тогда буду тоже для тех, кто не читал вопрос. Как представлять эти техники клиентам, которые не осознают свое тело и не привыкли работать в тело. Я просто написала, что это не в русском. Я могу читать, если вы хотите. Хорошо. Итак, в общем, мы рекомендаем людям сделать это просто начать практику и делать это много раз в день. Потому что, как у атлетики, учащаясь, тренировать в процессе или в танцах, даже если мы не чувствуем это еще, если мы продолжаем практику, это начнет увеличивать нашу опыт. И то, как мы обычно работаем с такими клиентами, это просто предложить им взять эту практику, даже если они не чувствуют свое тело и еще не почувствовали результаты. И приводим пример атлетов или танцоров, которым требуется отрабатывать движения много раз телесные. И со временем чувство тела, оно вырастет из этой практики, из самой практики. И вот еще что важно для объяснения клиентов, вы можете попросить их использовать другие группы мышц. Как минимум, они точно могут вместо того, чтобы использовать мышцы, которые отвечают за сжимание, вот Венди вам показала, да, сжатие. Ваши клиенты могут использовать мышцы, отвечающие за растяжение, выпрямляться, растягивать руки, да, не сжимать их. И эта практика уже поменяет способ мышления. И если тело ваше распрямленное прямое, то и ум открыт, да, если тело открыто, то и ум открыт. Если тело зажато, все поджато, то с головой, с мозгом происходит то же самое. И я могу сказать, что это бывает не просто поменять привычку всем тем людям, которые привыкли сидеть или быть закрытыми, например, вот так перекрещивать руки. Потому что это просто привычка. Но мы их мотивируем и поддерживаем для того, чтобы они поменяли вот эту свою позицию, иначе практике не случится. Давайте я вам прочту. Еще один вопрос от Екатерины Сурковой, следующий. Когда нужно немного больше какого-то качества, обязательно ли подумать о ком-то конкретно или достаточно представить само качество? То есть вопрос, когда нужно больше качества или квалификации, то есть, если вы можете помнить о качестве без специфика или личности? Вы знаете, если подумать о качестве, это, конечно, тоже поможет, но не так сильно. Почему? Потому что, когда вы представляете себе очень конкретного человека, может быть, даже природное место в этой технике тоже есть, то это добавляет вам в тело больше энергии. И тогда вот это качество становится более сильным, поэтому лучше, конечно, представлять себе конкретных людей, конкретные природные места, даже животных, можно по секрету вам скажу. Окей, thank you. And the next question is in English. Ксения Росина спросила, я сейчас на английском прочту, потом вам переведу. As inside coach training manager, how would you advise to sell or, for better word, convince leaders to open up to this practice and adapt it? Let me take a minute to translate into Russian. And as an internal coach and trainer, Ксения, меня тоже этот вопрос интересует, how would you advise to sell or promote leaders to be open to such practices, чтобы внедрять и адаптировать их? Well, I would say two things. One is science. There's quite a bit of neuroscience that backs up these practices to make you more efficient. And you could use that because people trust research. certainly that's one piece. The other piece is to let people know it's being used in the Silicon Valley and a lot of the big organizations. And so those people are leading the world in innovation. So why not follow along with the innovators? Well, you can use two arguments. The first one is that it's научно about and you can even take исследования, which shows the effectiveness of these practices. And the second thing, which she says Wendy, because she lives in Cremes and many organizations Cremes and IT-companies use this practice. And the last question is any advice on how to even start this conversation? And the last question is any advice on how to even start this conversation? Well, one of the ways that we introduce this work is we talk about the amount of data and the speed of information in our world now. A lot of the old style of way of managing isn't working very well. Well, one of the steps we start with other leaders about the number of information and the speed of this information in the modern world. We don't live in the old time, as it was раньше, не так медленно. And that, as Wendy pointed to, just understanding information isn't really enough. We need a broader base of skills now. And this embodiment skill is a very profound skill set that affects people and organizations and it can be kind of like a cutting edge you have against your competition. And this understanding information in our information is not enough to have successful business and be successful. And leadership embodiment is a very serious base for to be more successful than your competitors. is it right that inspirational personality can be any personality and be part of my team? Absolutely it can be anything when I work in Asia people often use their family or ancestors for inspiration because they're very connected to their family and some of the organizations people use their pets because the dogs are always unconditionally loving so it can be anything you can use any person person I work in Asia people often use a family своих предков, так как они очень связаны вот с этой линией семьёй с предками, и в некоторых организациях люди используют своих домашних любимцев как часть своей команды вдохновителей, так как, наверное, наши животные, они одни из немногих, кто способны на безусловную любовь. И не ограничивайте себя, все, что вы хотите, это возможно. Я, например, использую греческую мифологию, и одна из богинь, которую я использую, это принцесса Диана, она очень сильная, это мне помогает быть сильной. У меня такой вопрос, Винди, что, в принципе, тебя вдохновило создавать это движение, начать изучать его, что тебя сподвигло? Я думаю, что я имею в виду, что ты способен создавать эту задачу? Почему ты это делал? Ну, потому что я имею в виду, что я не смогла передать большие женщины, но когда я домой, моя маленькая девушка подняла меня с центром, даже если она была очень маленькая. И я хотела понять, как взять эту способность с этой маткой. И мне уже тогда захотелось исследовать и понять, как же сохранять это состояние центрирования, даже если ты не сражаешься в Айкидо, а находишься в домашних условиях. И также я медитировала на 10-дневных трансляциях, и я получила удивительные опыты. Но когда я уйдала трансляция, я вернулась в старые статусы, когда я снова становился нейротиком. И я хотела узнать, как взять эти опыты из ретрита, из медитации, в мою жизнь. И вот еще одна из причин. Я практиковала достаточно много 10-дневных ретритов, связанных с медитацией и молчанием. Естественно, мне там становилось лучше. Но каждый раз, когда я возвращалась, все те качества, которые я там взращивала и тренировала, они не оставались вместе со мной. И тогда мне тоже было интересно, как же все-таки не возвращаться к старым привычкам тела и не возвращаться к стрессовым паттернам и к реактивным реакциям. И тогда я wanted to start to develop процесс, модель, чтобы я это могла бы так легко общаться с другими людьми. И сейчас, в последние 10-15 лет, чтобы это общаться с людьми, инженерами, исследователями и организациями, которые не понимают взаимодействие, работая с чувствами или что-то. как мы можем помочь этих людей быть более ресурсовыми. И уже тогда я заинтересовалась, как бы создать такую модель, которая была бы легко, ее можно было бы легко рассказать, коммуницировать другим людям, кто, как вы спросили, не имеет вот этого чувства в теле. И, например, последние 10-15 лет я работаю с инженерами, учеными с теми людьми, у которых нет опыта работы с телом. И я всегда был интересен о людей, как Стив Джобс и Сергей Брин, которые создали Apple и Google. Как они были инновацией, чтобы это сделать? И я смотрела на их процесс и увидела, что, что они сделали, это пытаться не быть в их секретном режиме, в их секретном режиме. И вот еще, что я исследовала, это других лидеров, например, Стива Джобса. Как известно, он был очень креативным. Как у них получалось не застревать в своих стрессовых паттернах, в своих привычках реактивных тела для того, чтобы вывести новые хорошие продукты на рынок. И вот, например, людям нравится Илон Маск как лидер, который может выводить новые продукты. Но для того, чтобы это сделать, нужно иметь способность к некоторому видению этих продуктов. и необходимо иметь способность к риску. И вот мой интерес, как каждый может найти свой собственный путь, чтобы делать маленькие шаги к более высокому уровню потенциала, к видению и быть таким лидером. И как мы можем, я не сказала бы фасилитировать, но предлагать другим людям взрастить вот эти навыки в себе для того, чтобы иметь видение и справляться с самим собой. И я вдохновлена вот этой идеей, как мы можем жить в своем собственном большем потенциале для того, чтобы вдохновлять других и улучшать мир. Спасибо, Венди. У нас есть еще вопрос. Кто из других учителей вдохновляет тебя и Тиффани? Я имею в виду и дыхательствах Я имею в виду. И я имею в виду, кто из других учителей для тебя есть учитывая учителя, учителя, учителя. Well, I'll say, and then Tofani can say, for me, my spiritual teachers I've had, there have been several of them. My Tibetan teacher, Trungpa Rinpoche, he was very inspirational and continues to be so. There are other Tibetan lamas. I find them to be very pragmatic and inspiring to not be so attached to my security. And then there's Aikido teachers, of course, the founder of Aikido, his son, my teacher Sao Tomi-sensei, and another teacher, Aikido teacher, Aikido-sensei, all have inspired me to also be able to handle more stress with greater creativity. Также у меня есть другие вдохновляющие меня лидеры, это учители Aikido, и, конечно же, основатели движения Aikido, Aikido-sensei, и его сын. Все учителя Aikido, их зовут сенсеями, и они мне помогают иметь больше внимания на креативность в том числе. And, of course, I would have to say that one of my great inspirations is this woman next to me to have a representation of someone who is strong and powerful, which I love, but also warm and compassionate. Also, indirect teachings from Nelson Mandela and Desmond Truffle, and the one of my great inspirations from Nelson Mandela and Desmond Truffle, the work that they've done in South Africa is very inspirational for me to continue to better myself so I can help make the world better. И вот не напрямую я учусь у Нельсона Mandela как пример вдохновляющего лидерства, который не просто вдохновляет, но еще и улучшает мир. Спасибо. Я вот хочу присоединиться к словам Тифани. Вот ощущение от вас обеих такой одновременной силы и спокойствия и женственности и какой-то вот мощи, и это все присутствует одновременно. Спасибо большое. Я бы хотела сказать, что мы все имеем специальные ощущения от вас, обеих вас, в том же моменте, как в силу, в силу, в силу и в силу. Спасибо большое. Даже я когда вас слушала сегодня, я прям осознанно сидела и постоянно выпрямлялась, потому что не могла себе позволить свернуться, когда я вижу двух таких женщин. И когда я слушала тебя, я автоматически ленгластью мою спину, ленгластью мою спину, ленгластью мою спину, потому что это не возможности, чтобы не было в этом состоянии, просто не было в этом состоянии. Ну, и мы хотим, чтобы выяснить, как мы так сильно влияем, как мы влияем, как мы влияем, как мы влияем, на себя. когда ты отвечаешь с улыбкой, мы рассматриваемся друг к другу. Так что это хорошо для нас, чтобы вспомнить, что эта красивая, открытая позиция очень важна для нашей здоровья, но также для того, чтобы мы общаемся о мощности, открытии, открытии и теплости. Деть с прямой спиной — это не только ведь про то, что мы остаёмся здоровыми, это и про то, что мы, по сути, через прямую спину даём послания другим людям, что они важны для нас. Нужно помнить о том, что мы зеркалим друг друга. Подскажите, вот обучение имбадименту непосредственно в вашей школе, что может дать коучинг, как оно обогатит их? Я хочу спросить больше о вашем программе. Что это дает другим тренерам? Как это влияет на них? Я могу поговорить весь день об этом, но я попробую быть коротким. Я могу говорить об этом целый день, но попытаюсь выразить свою мысль коротко и ясно. И что самое главное, что в нашей программе, что мы даём очень ясную, точную структуру работы с нашими клиентами, как мы можем поделиться нашими практиками с ними. Венди создала такой процесс обучения, который основан на двух частях. Первая часть мы, конечно же, делимся информацией конкретной о концепции, о том, как это все работает. И затем мы отдельно тренируем тело через специальные упражнения. То есть коучу нужно тренировать свое тело не только учить информацию. И что очень важно вот в обучении, И что очень важно вот в обучении, как это все работает, как это все работает. И это, что мы делаем для вас. Мы даем вам секвенцию, как разобрать эту работу. Дата, информацию, практику. Потом мы дебрифим. Потом мы начнем снова. И это начинает строить понимание в теле, а не только в сознании. И что очень важно вот в обучении leadership embodiment, это разделить обучение на очень маленькие части. Мы, во-первых, делим на части саму информацию. И потом мы также делим на очень маленькие конкретные части обучения, переобучения на новые телесные привычки. Проводим, конечно, рефлексию, сессии обратной связи о том, как люди обучаются. И вот этот вот процесс, разделенный на маленькие части, он помогает быстрее учиться и лучше понять технику. И мы both very proud of the fact that we have a manual for our associates, our trained people, and it breaks everything down in how we share this work with our clients. So you have step-by-step instructions in this beautiful book you can take away, so that you always have the reminder with you. И у нас есть... Я очень вообще горжусь тем, что у нас есть, по сути, гид, в котором описаны каждые практики. То есть пока вы обучаетесь на программе, вы, конечно же, их помните, но когда вы возвращаетесь домой, у вас остается вместе с вами этот гид, как работать с клиентом. Там прям очень конкретно каждая глава описывает каждую сессию коучинга, что делать и как. И, наконец, я просто скажу, мы пытались сделать это очень доступно для очень широкого уровня людей, которые могут испытывать это работа. Для тех, кто никогда не был доступен к этому типу работы, мы сделаем это просто, based on science, body experience, и мы также сделаем это интересно и весело. И что очень важно, мы процессы создаем для любых людей, для очень широкой целевой аудитории, которая никогда не пробовала телесные практики. И вот этот процесс как раз разделет нам более короткие кусочки. Он основан на науке. Мы даем короткие телесные упражнения и даже делаем его с юмором. И я могу сказать, если кто-то любит вопрос, что Анастасия просто закончила нашу коучинговую тренировку, и она сейчас нашу тренированную ассоцией и подпишет это работа. Так что она будет прекрасной, чтобы спросить. Хорошо, тут меня немножечко порекламировали. Я, Анастасия, закончила как раз коучинговую программу у Венди и Тиффани, и если вам интересно, могу побольше об этом рассказывать. Спасибо большое. А как вам кажется, что меняется в работе коучи и бизнес-тренеров, которые обладели навыками имбадимента? Что именно меняется? Эстер имеет вопрос. Что-то изменилось в том, что изменилось в тренировке и тренировке и тренировке в работе в программах? Я имею в виду, что человек уже есть коучинговая, и он начинает изучать оборудование. Что изменилось в его или его? Что мы видим, что многие люди уже говорят, что наши коучи уже говорят, что они уже говорят, что они могут помогать людям понять информацию, но иногда они могут разогнать, где мы понимаем, но мы понимаем, но мы все равно реагируем и чувствуем. Поэтому понимаем, что не понимает, что это не мешает. Это позволяет нам помочь, что это не мешает тело, и тогда мы можем быть более эффективными с сознанием. Я могу потом перевести? Хорошо, давайте я перевести, извиняюсь, потому что я уже есть ресурс. Тифани говорит, что они встречают очень много прекрасных людей, которые понимают концепцию, например, идея, что нужно поменяться, но их тело не меняется, они как будто бьются об стенку головой, и не могут внедрить изменения. И вот что дает эта практика, leadership embodiment, и по сути это инструмент коуча, сначала поменять тело, и тогда потом вот новая идея или новое понимание, осознание внедриться намного легче. Отк chatки... Ваши кол окна... И, конечно же, к нам приходят учиться многие тренеры или коучи уже с большим опытом и они уже достаточно мудрые для того, чтобы работать на разных полях. Но, тем не менее, они не всегда знают, как обучать своих клиентов и их тела к другим привычкам, как прийти к этим другим привычкам для того, чтобы быстрее менять свое мышление. И, просто к примеру, мы видим, что это очень важно для тренеры, чтобы делать это работа лично, чтобы они имели опыт и могут говорить о своих клиентах. Мы делаем это вместе. Я не говорю тебе, что ты должен делать это. Я делаю это, а потом мы делаем это вместе. то, что говорит Тифани, что очень важно для коучей, что мы их обучаем естественному, аутентичному языку работать с клиентами, но это происходит через то, что коучу самому нужно показать практику, как она работает, то есть уметь это делать, и тогда клиент быстрее через тело поймет, как ему тоже прийти к результату. И вместо того, чтобы быть экспертом в теме, в leadership embodiment люди становятся алхимиками. Ну, Тифани приводит пример, что она сама по себе очень сопротивляется всем тем людям, которые дают прямые советы. Например, в русском языке ты должен делать это, что часто происходит в работе с клиентами. И намного проще воспринимать, когда к тебе приходят из исследовательского или из исследовательской позиции давай попробуем это, или я могу тебе предложить новый опыт. У нас еще есть вопрос в чате. Ваши ученики какими вашими качествами вдохновляются? Ага. We do have a question from chat about your students. What kind of qualities do they choose or what kind of qualities are they inspired? You mean when they're working with their own quality? Yeah, yeah. Oh, I would say most common that I see is qualities of confidence that people are wanting to cultivate, qualities of being more open and qualities of having more energy. Those seem to be quite common for people to choose. Ну вот, что чаще всего наши студенты или ученики выбирают, чтобы развивать? Есть такие три качества, мне вам знакомы. Это уверенность в себе, быть более открытыми и иметь больше энергии, конечно же, в современном мире. И еще вопрос. Насколько я знаю, у вас нет программ в России, да? У нас есть вопрос, есть ли у вас программы в России, тогда вопрос, есть ли у вас, может быть, какие-то онлайн программы для того, чтобы прикоснуться к тому, что вы делаете? The question is about that we don't have programs in Russia. Do you have any online programs to train the skill? Actually, we do. We do have on our website leadershipembodiment.com there is a program called Leap, L-E-A-P and that is a wonderful platform that introduces you to some of the foundation practices of the work. Oh, that's great. Конечно же, у нас есть сайт и на сайте есть онлайн программа. Она называется Leap на английском языке и она представляет собой основы лидерского воплощения либо leadership embodiment. Здесь идут благодарности, но я пользуюсь тем, что сегодня модератор, хочу еще задать личный вопрос. Что вас на протяжении стольких многих лет мотивирует, вдохновляет заниматься айкидо? То есть изо дня в день, из года в год вы ходите на тренировки. Что вас вдохновляет? Да, это очень. So, все люди в chat, спасибо за эту experience, за эту презентацию, но я, как и модература, я тоже имею в виду на задней 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 задней. your Aikido practice um it's a place I can actually give feedback and study myself because I can explore what happens when I'm being attacked of course it's a you know controlled attack but still and watch what happens to me and continue to develop my capacity to be more open in those situations it's it's one of the few places I can get body feedback что очень важно что я использую Aikido или практику Aikido как способ получения обратной связи для себя я изучаю себя в ситуации когда мне нападают насколько я могу развить способность или оставаться открытой по сути я получаю обратную телесную обратную связь во время Aikido это одно из немногих мест где можно реализовать это and the underlying feeling is I've always loved and continue to love the capacity to take power and harness it and create beauty from it и как бы лежащее вот качество такое скрытое да в Aikido чтобы сражаться нужно изучать способности или развивать ее любви при этом силы некоторые да оставаться открытым для того чтобы продолжать практику Тиффани а что вдохновляет тебя я смотрела на вашем сайте что и ты уже не одно десятилетие занимаешься Aikido и в первую очередь Венди когда-то сказала для меня очень важные слова что Aikido это прекрасная возможность изучать свои собственные чувства в том числе страх и агрессию I have a very strong compression heart but if you push me too far I can be very aggressive Ну вот у меня например большое сердце по сути и я умею сопереживать людям но если меня надавить на меня то я могу быть достаточно агрессивной And the dojo training school allows me to have a place to study this to see it clearly but then also recover to be a more skillful more elegant and more beautiful and strong even when I am under pressure and not go to aggression И вот dojo это место где я изучаю Aikido оно позволяет мне во-первых видеть ясно вот эту ситуацию когда я попадаю в эти чувства но при этом развивать в себе вот набор навыков чтобы оставаться красивой элегантной благородной под напряжением когда меня атакуют Спасибо спасибо за то что поделились этим это было очень ценно я думаю не только для меня But for all other participants Yeah These show you for inviting me I'm sorry thank thank you for the invitation very happy to share it with you and hope it brings you lots of possibilities Спасибо большое за приглашение, за возможность поделиться информацией, практикой. Я надеюсь, что это откроет больше возможностей для людей. Мы очень открыты к тому, чтобы коучи, которые нашли для себя эту информацию полезной или практики полезными, пожалуйста, делитесь информацией, презентацией. Мы не считаем, что мы владельцы, которые должны удерживать информацию внутри, будем рады, если она получит как можно больше распространения в мире. И если вы интересны в найти процесс, чтобы поделиться более четко с вашими клиентами, то есть много способов, чтобы начать исследовать эту работу и принимать курсы. И мы рады, чтобы вы поговорили с Анастейсой. Хорошо. И Тифани говорит, что если вы хотите немножечко поизучать эту тему, сделать ее для себя ясной, чтобы получше, иметь лучшую способность, делиться с клиентами, есть много способов, как ее узнать, включая сайт, другие источники информации, ну и использовать меня, Анастейсию. И я сейчас прочту несколько благодарностей, суммирую, очень благодарят коллеги за великолепное, вдохновляющее пространство, которое вы создали в Энди и Тифани. И коллеги делятся, что смотрели на вас как завороженные. И они shared that they were looking at you as, I don't know, mesmerized. И у нас были сегодня слушатели не только из ICF chapter Russia и Ukraine, а также нас слушали сегодня ICF chapter in Düsseldorf, Germany. So we had today ICF branch from Russia as well as Ukraine, Düsseldorf and some other countries. И еще больше нас посмотрят участников уже в записи. И еще раз очень хочется поблагодарить вас, Венди и Тифани, за то, что нашли время и поделились не только теорией, но и такими практическими инструментами, которые мы можем применять и сегодня в жизни, и уже завтра, когда пойдем работать с нашими клиентами. Спасибо, Анастасия, за перевод. Спасибо, Анастасия, за перевод, и это было очень приятно познакомиться с вашими студентами. Спасибо за эту возможность. Спасибо, Эстер, и Анастасия, за все это работа, за перевод, и мы надеемся, чтобы встретиться всех наших друзей там, в какой-то момент в времени. И все друг друга благодарят на этом месте. Я не буду переводить все благодарности. Спасибо вам большое. Спасибо, и надеюсь, до скорой встречи онлайн или, может быть, даже вживую. Спасибо. Я надеюсь, увидеть вас скоро онлайн или, может быть, живой. Хорошо. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Всем хорошего вечера. До свидания. Мы закончили. Доброе утро. Хорошо. »